Как сообщила Татьяна Савинова, больше всего беспокойства сегодня вызывает город Абдулина. Коронавирус выявили у троих сотрудниц Дома отдыха для железнодорожных бригад. Медики незамедлительно начали обследовать и других сотрудников. В воскресенье диагноз подтвердился еще у пятерых человек. Они никуда не выезжали и в силу работы, безусловно, они не соблюдали режим самоизоляции, имели очень большое количество контактов. Главным санитарным врачом и штабом было принято решение о наложении карантина на населенный пункт. Въезд и выезд в Абдулина сегодня возможен только для специальных служб и тех, кто отвечает за жизнеобеспечение населения. Как сообщила местная активная жительница Юлия Белова, с доставкой продуктов на дом и помощью добровольцев на севере области все не так хорошо, как в Оренбурге. Вот знаете, я долгое время писала в интернете, узнавала, где у нас пункт волонтерский. На наши самые продвинутые сайты в Абдулина мне никто ничего не отвечал. Сегодня я позвонила главе города Архиерейскому, и он сказал, что есть пункт, но волонтеров не хватает. И еще мне женщина писала из дома, который закрыли на карантин. Она говорила, что не знает, куда обратиться. На вопрос о продуктовых наборах Юлия также развела руками. О них в Абдулина мало что слышали. Я многодетная мама, и мне никто, допустим, не предлагал такую помощь, к сожалению. Да, это было бы в такое тяжелое время очень кстати. В понедельник вечером в соцсетях появилось видеообращение в Рио главы Абдулинского городского округа. Он раскритиковал жителей за то, что многие не восприняли рекомендации по поведению в период пандемии с полной серьезностью. Бесцельное передвижение по городу без вообще какой-то крайней необходимости на привательское отношение, на средства индивидуальной защиты. Вот это все вот и привело нас сегодня в данный момент вот к этой ситуации, то, что мы имеем. В воскресенье местная администрация приняла постановление, согласно которому жители обязаны соблюдать масочный режим и не покидать дома без экстренной необходимости. Передвижение по городу должно осуществляться с помощью специальных пропусков. Дежурные группы в детских садах продолжают работу. Наталья Богданова, Максим Марарь, Городской телеканал ЮТВ.